Вкус Вилл Но у нас в студии девушка, которая с удовольствием приносит сюда новости, и мы ей это не просто разрешаем, а поощряем ее за это великолепное, господи, взобу дыхание сперла Екатерина Гончаренко. Всем привет. Меня зовут Савва, это шоу Изи, здесь звучат только позитивные новости, собственно, вы знаете об этом, так что давайте приступать. Ну давай приступать. Ну давай. Кстати, когда ты вначале говорил, что-то там вкусовое, я подумала про вилы вот эти, которыми все насобирали. Как в этом и была шутка, Катя. А, ха-ха-ха-ха. Ты не поняла, да, смысл каламбура? Ладно, будем над этим работать, но просто Катя не так давно в этой программе, всего 5 лет, научится еще, научится. У нас впереди еще много выпусков. Проблемы с маслом в России. Что такое? Резко выросла цена на него. Серьезно? Да, сливочное. На масло? Я просто купил сразу, загодя, много. Серьезно? Патя, Тончаренко. Нет, ну конечно нет. Правда подорожало масло? Да, очень сильно ты не заметил? Нет. А, ну ты не смотришь на вот эти трехзначные цены, да? Нет, на трехзначные цены я не смотрю. Нет, правда подорожало масло, да? Да, очень сильно. Я просто довольно редко покупаю масло. Ты ешь маслечко? Не ем маслечко. А, зря, и не готовишь, наверное, на нем? Ну, на кхи. На кхи? На кхи. Ты чихнул? Ну, ты не покупаешь масло кхи? Да ладно. Ну, да. Ну, по сути топленое масло. А, ты топленое? Ну, топленое-то да, покупаю. Это то да, это я беру. Я даже не знала, что оно тхи называется. Гхи. А гхи тем более. Короче, по оценкам Forbes с начала года цена на сливочное масло выросла как минимум на 21,5%. Ну, вот то, что какие-то проблемы с ценами уже заметно потому, что Forbes индекс масла считает, понимаешь? Вот уже здесь какие-то тревожные звоночки должны прозвучать. Когда ты открываешь Forbes, а там, почем греча? Ну, все. Индекс, пожалуйста, макарон. Цена на нефть там за баррель. А сейчас, ну, масло. Все, уже никого не интересует. Нефть, газ, понимаешь? Все, все перешли на Вологодское. Так. Кстати, Вологодское самое вкусное. Вот это масло из Вологды. 82,5%. На мой взгляд, да. По мнению генерального директора Национального союза предпринимателей молока, а такое существует... Наверное, все-таки производителей. А, я сейчас сказала. Предпринимателей. Что вы предпринимаете? Попытки выжить. В Национальном союзе производителей молока. Еще одна причина подорожания масла. Растущий потребительский спрос за год показатель прибавил 7%. Потому что люди хотят как сыр в масле кататься. Сыр они уже закупили, теперь нужно взять масло. Всем на все хватает. Мы ведь так и хотели, но все равно как-то нерадостно. А в Союзмолоке, говорят, себестоимость производства по всей цепочке от сырья до переработки, очень сильно выросла. Поэтому, возможно, в триквеле Дюны Дэнни Вильнюв заменит спайс на как раз твое любимое Вологодское. И все будут не за специи гоняться по Аракису, а, возможно, за маслом. За Аракисовым маслом. За Аракисовым, да. Кстати, Дюна классный фильм. Вот это спасибо, да, действительно классно. Из-за повышения цен там же вообще люди с ума сходят. Они начинают воровать масло, уже продают его в этих коробках пластиков, в которых раньше черную икру продавали, а сейчас сливочное масло. Будут как в ювелирных магазинах пуленепробиваемые витрины, рядом сидеть ветхий дед, все это охранять, как в Адамасе. И ты, соответственно, заходишь, говорит, дайте мне, пожалуйста, 4 грамма вот этого масла замечательного. Хочу сделать сюрприз супруге, у нас юбилей. Нет, давайте 50 грамм, у нас все-таки 50 лет совместной жизни, возьму масло, дорогая. Ты намажешь мне это на хлеб? И в связи с этим спрос на домашние маслобойки взлетел в России на 49%. Видимо, с нуля, да, взлетел? Потому что я не слышал, чтобы спрос на домашние маслобойки был в принципе. А где купить маслобойку? На маркетплейсах, да. А тебе интересна цена? Мне интересна цена на маслобойку. От полутора тысяч до 15, в зависимости от объема и конструкции. Ну, то есть надо брать сразу топовую маслобойку, наверное, чтобы делать самое лучшее масло. Но ты говоришь, что еще и воруют масло, да, тоже? Да. Еще и украли масло. Нет, я тебе об этом 5 минут назад. Да, но я просто вот увидел, что 25 пачек, 25 пачек сливочного масла украли из супермаркета. Да. И украли 10 лет. Но это ограбление века, Кать. Я не удивлюсь, если преступников нашли по жирному следу. А когда им сказали, падайте, работает ОМОН, они упали, естественно, ладонями вниз, потому что они были вымазаны маслом. Все логично. А между прочим, в Россию будут поставлять сливочное масло из Ирана и Индии для снижения цен. А масло Эрдогана уже появилось в России. 20 тонн вчера завезли. Масло прямо самого Эрдогана? Это как ножки Буша? Да. Но главное, чтобы все остальные приметы 90-х не вернулись. А то столько сериалов про 90-е вышли. Он сейчас лихие от Юрия Быкова. И вообще очень много рефлексий по поводу 90-х. Видимо, может быть, вот эта все акция как раз-таки приуроченная с дефицитом масла к тому, чтобы люди посмотрели сериал и вспомнили, каково было в 90-е. Потом сериал пройдет, сцены вернутся, и все будет опять хорошо? Нет. А, все будет хорошо? Да. Ну, Кать, не там говоришь «нет». Ты тоже давай думай. Так, дальше. Ладно, идем дальше. Губернатор потребовал от жителей благодарности за работу. Ну, респект губернатору можно выразить. А губернатор какой области? Вологодской. Где хорошее масло, Кать? Ну, конечно, спасибо за масло. Спасибо за масло. Дорогой губернатор Георгий Филимонов. В чем суть? Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сделал замечание одного из присутствующих на церемонии награждения лучших сотрудников сельского хозяйства региона, который смотрел телефон. Мужик сидел в телефоне, он говорит, ты что в телефоне сидишь? Заметив это, он решил выразить свое негодование. Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. То есть, ну, я понимаю. Это как, знаешь, ну, вот стендап-комик, он выступает, да, и кто-то сидит там в салате ковыряется, или в телефоне, или сосется с девушкой, которая впервые видит, а ты же приготовил материал, шутки написал, и ты хочешь, чтобы тебя слушали. А губернатор сколько всего делает? Скорее всего, он тоже стендап написал какой-нибудь. Может быть. А может быть человек, который сидел в телефоне, просто освобождал там место, например, удалял фотографии видео жены, детей, чтобы снять церемонию, как губернатор рассказывает, чтобы себя красиво смонтировать, чтобы большими буквами горело спасибо на видеоролике, потом все это выложить в Рутуб. Может, зря губернатор его отругал, зря поспешные выводы сделал. Человек для него старался, хотел записать видос красивый. Ну? Ну. Понимаешь? А он вообще не просил еще жертвоприношения в честь администрации края сделать? Говорит, почему вы по субботам не приносите мне дары? М? И не привозите раз в год девственницу одну? Ну, нет. Нет у нас, что ли, в Вологодской области? Нет ощущения, что он слегка вот преувеличил, типа, ну... Да нормально, ну, Кать, на самом деле, ну, губернатор, это эге-гей какая величина. Ты что, конечно, надо, чтобы люди устраивали праздник почитания губернатора, как на Олимпе, понимаешь, статуи, молиться раз в год, все, самых красивых девушек приводить. Так это, собственно говоря, и происходит. Это же и есть конкурс красоты любой в любом регионе. Георгий Филимонов, спасибо вам большое за эту новость. Огромное спасибо за все, что вы делаете. За масло, за область, за сына, за дочь, за день, за ночь. За все большое спасибо. И за следующую новость, потому что она тоже про вас. Губернатор Вологодской области уверен, что не нарушит права людей, разрешая им покупать спиртное лишь два часа в сутки. В чем суть? Так, это я не слышал такое. Да, они решили продавать алкоголь только с 12 до 14 часов. А губернатор объяснил это резким ростом заболеваемости, алкоголизмом в регионе. Я заболел алкоголизмом? Где-то подхватил алкоголизм. Да. А сейчас осень, все болеют. Вот все болеют алкоголизмом. Вышел, буквально, кто-то рядом ехал кривой в автобусе. Просто, ну, подышал на меня. Воздушно-капельным. И все, и я теперь вот алкоголизмом заболел. Возьму, наверное, больничный. С 12 до 14. Так, то есть, теперь надо будет только два часа в день покупать алкоголь. Да, они так предлагают. С 12 до 2. То, что мы предлагаем, является абсолютно щадящим либеральным режимом. Это полное соблюдение прав в свободе человека. То есть, если человек хочет 14.05, все. До свидания. До свидания. А масло во сколько будут продавать? Если с 12 до 2 водочка. С 6 утра до 10, чтобы холестерин не повышался. О, хорошая схема. Идем дальше. Эппл заплатит миллион долларов тому, кто сможет взломать ее нейросеть. Че сидим? Подожди, у нас что, каждый выпуск теперь будет какая-то новость, где кто-то кому-то платит миллион долларов. Мы с тобой до этого говорили о том, что Лейс заплатит миллион долларов тому, кто придумает новый вкус чипсов. Теперь Эппл платит миллион долларов. Так вот люди смотрят, у них миллион долларов, они, конечно, масло повышают. Да, но лям в неделю можно зарабатывать. Вот так, ты просто гуглишь, какие конкурсы, какие компании проводят. Сначала придумал вкус Лейс, да, там носки с рассветом, все, и выиграл. Потом взломал нейросеть Эппл, все, у тебя уже два ляма упало за две недели. А потом летишь в Японию, ничего не делать. На чемпионат. А, отлично. Потом на Октоберфест выигрывать. Да, потом масло бойку купил за 15 тысяч на Вайлдберрис, все, и ты опять в шоколаде, весь дом обслуживаешь маслом. Компания настолько уверена в безопасности искусственного интеллекта Эппл Интеллигент, что попросила его взломать. Если программисту удастся запустить код в системе и остаться при этом анонимным, то корпорация выплатит ему один миллион долларов. А как они выплатят миллион долларов тому, кто остался анонимным? Очень хитрый ход Эппл. Нет, смотри, мы, значит, проводим конкурс, вы выиграли анонимно. Теперь, если вы сможете каким-то образом миллион баксов с наших счетов перевести себе, мы не будем возбуждать уголовное дело. Да. Вот такое бы правило. Это следующий конкурс. Но вообще излишняя самоуверенность часто губит людей, потому что, возможно, уже какой-то школьник из Калуги выиграл. Мы же не знаем, у нас очень талантливые школьники. У нас сколько хакатонов проводится, у нас сколько людей занимается программированием, сколько поддержки IT-отрасли. Кто-нибудь из Рутуба сейчас сидит и говорит, это вызов, все, взломал. Ребята, у нас есть лям на производство оригиналсов. Все, запускаем в производство новый сериал. Ты знаешь, если он взломал, ему говорят, давай за сотку решим вопрос. Угу, может быть, кстати. Может, торгуемся? Давай, 500 тысяч, ни тебе, ни мне. По-моему, Эппл вообще просто отвлекает так внимание хакеров, потому что пока те заняты искусственным интеллектом, можно спокойно провести выборы в США. Никто не будет мешать. А до них вот-вот осталось. Вот-вот осталось, а они там что-то между собой вот это вот копошатся, а ничего интересного нет. А ты каких вообще ждешь интересных? Я жду, когда доллар чуть снизится. Я напоминаю, что у нас юмористическое шоу. Катя ждет, когда снизится доллар. Ведь сколько раз такое бывало, Кать, вот на протяжении жизни? Ну, я думаю, что когда у них вот эта вся заварушка начнется, доллар чуть ослабится. Сто процентов, относительно доллара. Да сава, ну пожалуйста. Кать, конечно. Доллар рухнет относительно доллара. За доллар два доллара будут, давай. Давай дальше. Переходим к Блицу. Конечно. В Красноярском крае две коровы перешли дорогу по зебре. А в Астраханской области жаба зарядила телефон лягушкой. Да, такие новости. В Красноярском крае две коровы перешли дорогу по зебре. Ну, а потом отправились в местное кофейде, чтобы под бабл тей и латте обсудить творчество Кавки. Ну, это же такой сюр, да? Коровы по зебре. Сюр вообще, Кать, абсурд. Если в этой фразе представлять зебру, как животное корове. В этом и смысл, да. Это как со вкус вилл, Кать. Вкус вилл, да. Это не реклама, вкус вилл. Свяжитесь с нами. В якутском кафе Квадроберша обрычала депутата. Ну, местные собаки с этим уже просто не справляются. Позвали на помощь. В якутском кафе Квадроберша обрычала депутата. Именно так и началась встреча с избирателями не из целевой категории этого депутата. Блин, я недавно Квадроберов видела живых настоящих. То, что ты выкладывала видос, где они через попу прыгали. Я не выкладывала, они реально так вот бегут и прыгают. Я думаю, господи, что же чудеса такие. Ну, это не худшее, чем могут люди заняться. Знаешь, это гораздо лучше, чем как в 90-е. Знаешь, люди сидели и клей нюхали. Ну, да, но это просто было так необычно. Я их так издалека сняла. Думаю, сейчас как стая вот этих собак на меня набросится. Укусают тебя Квадроберы? Ну. Укуси меня, пчела. Так, ну. Юбилейному пациенту вытрезвителя вручили канистру с кефиром. Ну, теперь, когда его оттуда выпустят, он сможет продать ее и купить себе, скажем так, билет обратно в вытрезвитель. Да, кстати, кефир тоже алкогольный. Не забывайте об этом. Да, там. Юбилейному пациенту вытрезвителя вручили канистру с кефиром. Ну, вообще, канистру поставили еще на первом посетителе вытрезвителя. Просто все это время молоко бродило. Шутка от зрителя. Давай. В аэропорту Новой Зеландии запретили обниматься более трех минут. Зато в московском метро, ребята, в час пик объятий сколько угодно. Именно такую мысль написал нам Носталфилм. Спасибо ему за это. В очередной раз оставим одну из новостей в закрепленном комментарии под этим выпуском. Вы напишите свою версию шутки на нее. Все, и мы обязательно самые интересные расскажем в следующий раз. А следующий раз наступит буквально через пару дней, потому что в мире очень много хороших новостей. Катя Гончаренко. И покупает масло и доллары прямо сейчас Святослав Савченко. И храню все это в одном месте. Все, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин